В завершении хотел бы несколько слов сказать о том, о чём подумал во время вот этого нашего сегодняшнего заседания. Вот само слово «вызов», глобальный вызов современности и духовный выбор человека. А что такое вызов? Это вызов есть не что иное, как предложение, от которого нельзя отказаться. Вызов на дуэль. Если отказывался человек, он терял своё достоинство, терял уважение в обществе. Это не всегда было, может быть, правильно отвечать на эти вызовы, но в контексте той психологии общественной, той морали, отказаться от вызова значит потерять самого себя, потерять своё лицо. Вот и сегодня вызовы, которые бросает современность человеку, личности, тем более их церкви. Это то, от чего отказаться мы не можем. Я бы хотел, чтобы все это мы хорошо понимали. Некоторые священнослужители считают, что вообще все эти темы – это как бы не для них и не про них. Я служу, молюсь, у меня есть прихожане, всё идёт так, как должно идти. А вот все эти вызовы современности меня не касаются. Это глубочайшего заблуждения. Эти вызовы так могут коснуться неожиданно и так, то, что называется, ошпарить человека крутым кипятком, что мало не покажется. Вот почему я очень приветствую название сегодняшней нашей встречи и тот факт, что мы поставили тему вызова в повестку дня общецерковной дискуссии. Да, действительно, то, что сегодня предлагает современность человеку – это вызов беспрецедентной силы. Его можно сравнить лишь только с вызовами, которые сопровождались началом военных действий. Сегодня эти вызовы не сопровождаются пока военными действиями, но они в себе, в самих этих вызовах содержатся колоссальная опасность, в том числе для мира, но в первую очередь для свободы человека. Потому что глобализация несёт в себе страшную угрозу всеобщего порабощения. Причём не так, как это было во времена рабства или даже феодальной зависимости, а это порабощение тотальное, но так, что человек чаще всего его не сознаёт, не ощущает, не чувствует, а потому ему не сопротивляется. Это порабощение осуществляется за счёт создания некоторых стандартов жизненных, моды. Не говорю о моде на одежду, это особая тема, а мода на поведение, на мысль, на некую философию. Мы погружаемся в стихию тотальных вызовов. И вот каждый христианин, кто сознаёт необходимость жить в соответствии с Божьим законом, с тем, чему мы научены самим Господом и Спасителем, не может не отвечать на эти вызовы. Если кто-то из наших священнослужителей, особенно монашествующих, склонных к уединению, скажет, «Это не для меня и не про меня», это не ответ. Эти вызовы найдут тебя даже в самой отдалённой келии. Они найдут тебя через вопросы, которые будут обращать тебе люди. Найдут тебя на исповеди, когда перед тобой будут ставиться проблемы, на которые ты не сможешь ответить, если ты не размышляешь над этими вызовами. Вот почему всё то, что сегодня обращает в адрес мира, человека и, конечно, Церкви, современное развитие человеческой цивилизации не может быть для нас безразлично. Я очень приветствую тот факт, что 31-е международные рождественские чтения проходят именно под этой темой, под этим наименованием. И что, возможно, в результате этих рождественских чтений многие наши богословы, священнослужители, верующий наш народ осознает тот факт, что от этих вызовов никто уклониться не сможет. И ответ нужно будет давать и на общецерковном уровне, и на уровне приходской жизни, на уровне личной жизни. Потому что если не будем давать ответы, то тогда эти вызовы нас победят. А если они победят, то это будет означать приближение конца истории. Потому что в этих вызовах заключена колоссальная опасность не только для духовной жизни человека, вообще для человеческой жизни. Церковь призвана не прятаться от этих вызовов, вообще от вызовов, которые обращают к ней сильные меры сего или вообще развитие человеческой цивилизации. Церковь призвана искать ответы. Но ведь вызовы-то связаны с такими специфическими проблемами, которые стали результатом развития человеческой цивилизации последних десятилетий. И поэтому очень непросто церкви на уровне, допустим, богословов только сформировать правильные ответы на эти вопрошения и требования современности. Вот почему так необходимо широкое обсуждение проблем, с которыми сегодня сталкивается церковь, да и весь род человеческий. Я благодарю Бога за то, что в нашей церкви сформирована вот такая группа людей, которые работают в контексте международных рождественских чтений, которые призваны в том числе осмыслять ту проблематику, которая представляет из себя вызов нашей Церкви. глубоко убежден в том, что вот это и есть соборная жизнь, соборное осмысление, соборное размышление в данном случае о судьбах мира и о человеке, о его будущем. Но если я скажу, что ничего подобного нет ни в одной церкви, ни в православных, ни в инославных, то мне кажется, что сам факт возникновения вот этой замечательной традиции общецерковного осмысления современной повестки дня с привлечением епископата, духовенства, монашествующих, большого количества мирян, мужчин и женщин, людей разного возраста, представляет из себя, конечно, уникальный инструмент. И одновременно обладающий достаточными возможностями действительно помогать и духовенству, всему верующему народу находить ответы на самые сложные вопросы современности. В этом вижу очень большое значение рождественских чтений, которые стали частью нашей интеллектуальной и духовной жизни. Я благодарю всех вас за участие и хочу пожелать вам помощи Божией в вашей жизни, в вашем служении. А самое главное в том, чтобы каждый из нас мог оставаться свободным от стереотипов, от того, что навязывается нам многими и многими силами, цель которых заключается в том, чтобы переформатировать сознание традиционного человека, человека, опирающегося на силу традиции. А что такое традиция? Традиция – это передача. Передача с чего? Ценностей. Почему все силы, еще начиная со средних веков, бросались на то, чтобы разрушить церковь? Да потому что она передавала и передает ценности от поколения к поколению. И как ни одна другая институция. Но для того, чтобы передавать эти ценности, нужно формулировать, актуализировать, что самое главное, делать их современными, живыми, то, что называется, понятными для людей, но и соответствующим образом искать необходимые ответы. Вот в этом я вижу большое и важное предназначение рождественских чтений как достаточно новой, но такой важной институции церковной. И хотел бы всех вас поблагодарить, и духовенство, и представителей политических партий, движений, правительства и общественности за то, что вы откликаетесь на наши приглашения, приходите сюда, чтобы вместе нам осмыслять осмыслять ту самую проблематику, которая является очень актуальной, и которая, будучи обсуждена в церковном контексте, может стать более понятной и для более широких кругов нашей общественности. Еще раз всех вас благодарю за эти труды. Ну и, конечно, желаю всем вам милости от Господа, здравия душевного и телесного, а главное – твердого стояния в вере, без которого всякие наши обсуждения превратятся в словоблудие. Церковь сохраняет мудрость только потому, что она силой благодати Божией соединяет прошлое, настоящее, а потому имеет дерзновение и возможность реалистично оценивать будущее. Да поможет всем нам Господь на этом важном пути. Всех вас благодарю за труды.